МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый курс в эфире телеканала Хабар 24. Здравствуйте. Казахстанские дипломаты провели первые переговоры с руководством движения «Талибан». Организация, запрещенная на территории Казахстана и в ряде других государств мира, захватила власть в Афганистане в августе этого года. Встреча с ее руководителями произошла в Кабуле. Миссию выполнял спецпредставитель президента Казахстана по международным делам Ержан Казахан. У него в последнее время очень много работы в этом качестве. Корреспондент и оператор Хабар 24 стали единственной съемочной группой, освещавшей ход переговоров. Основные темы кабульских переговоров Оказание Казахстаном гуманитарной помощи афганскому народу, восстановление торгово-экономических связей между двумя странами и поставки в Афганистан казахстанской вакцины. По поручению президента Тухаева в Афганистан доставили 5000 тонн казахстанской муки. За чертой бедности там живут чуть ли не 95% населения. В стране голодает каждый второй ребенок. Сегодня мы очень рады получить от президента и казахстанского народа вагоны с гум-помощью. Это мука очень высокого качества. Афганский народ очень ценит эту поддержку. Спасибо большое. Ержан Казахан провел встречи с представителями действующей администрации Афганистана Абдул-Гани-Бородаром и Амирханом Мутаки, исполняющим обязанности главы афганского МИДа. Это имя нам уже знакомо. В конце сентября с ним в Кабуле общался посол Казахстана в Афганистане Исингельдиев. Вот как выглядит Амирхан Мутаки, исполняющий обязанности главы афганского Министерства иностранных дел. Мутаки стал одним из главных действующих лиц и на третьем заседании московского формата по Афганистану. Он состоялся 20 октября в президент отеля в самом центре Москвы. Делегацию возглавлял второй вице-премьер правительства талибов Абдул Салам Ханафи. Основные темы переговоров военно-политическая обстановка в Афганистане, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. Московский формат консультации по Афганистану был создан в апреле 2017-го. Он объединяет 11 стран, глубоко заинтересованных в афганском урегулировании. Помимо самого Афганистана, это Россия, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Туркмения. Кремль традиционно приглашает на встречи московского формата и США. Но на этот раз Белый дом от участия отказался. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс объяснил, что для Соединенных Штатов логистически трудно принимать участие на этой неделе. При этом он отметил, что Вашингтон поддерживает данный процесс и может принять в нем участие в будущем. Последняя встреча в рамках московского формата состоялась в сентябре 2018-го. Прошедшее заседание стало третьим по счету. Участники московского формата согласились, что взаимодействовать с Афганистаном и пришедшими к власти талибами нужно независимо от их официального признания. Дальнейшее практическое взаимодействие с Афганистаном необходимо выстраивать с учетом новой реальности, говорится в итоговом совместном заявлении. Контакты с талибами объясняются желанием заинтересованных стран понять ситуацию в Афганистане и дальнейшие намерения талибана. Хотя организация и не признана мировыми государствами, но де-факто талибы являются руководством этой многострадальной страны. Третье заседание московского формата по Афганистану прошло в позитивном ключе. Об этом заявил журналистом в среду глава делегации талибов на переговорах Абдул Салам Ханафи. Состоялся диалог между странами региона. Все страны подтвердили, что Афганистан должен быть безопасной и стабильной страной, сказал он. Также все подтвердили, что США должны как можно скорее разморозить активы Центрального банка Афганистана. Ради улучшения положения дел в сфере медицины, образования и в других областях. На итоговой пресс-конференции Амирхан Мутаки заявил, реформы идут полным ходом, изменения в правительстве будут. Нельзя говорить, что это финальный состав правительства. Не говорилось, что это временное правительство. Изменения могут произойти в ближайшем будущем, заявил Мутаки. Участники заседания московского формата призвали ООН в кратчайшие сроки организовать донорскую конференцию, чтобы помочь афганскому народу и остановить надвигающийся кризис, который многие уже называют гуманитарной катастрофой. На недавней сессии Генассамблеи ООН одной из серьезных угроз, с которой столкнулся современный мир. Президент Укаев назвал гуманитарную ситуацию в Афганистане. Он поддержал призыв Совета безопасности ООН к образованию путем переговоров нового правительства Афганистана, которое было бы по содержанию представительным. Казахстан видит будущий Афганистан как подлинно независимое и суверенное государство, живущее в мире с собой и со своими соседями. Острая гуманитарная ситуация должна быть нашим главным приоритетом, заявил тогда президент Укаев. Учреждения ООН и другие гуманитарные организации должны иметь немедленный и безопасный гуманитарный доступ. Казахстан же готов предоставить логистическую платформу для доставки гуманитарной помощи в Афганистан. Афганистан должен продолжать выполнять свои международные обязательства и обеспечить условия, чтобы его территория не превратилась в плацдарм для террористов, наркотрафика и торговцев людьми. Невзирая на наши политические или личные убеждения, мы не должны сейчас бросать народ Афганистана на произвол судьбы. Возвращаясь к итогам третьего заседания московского формата, отметим общий призыв стран-участников к талибам не допустить, чтобы кто-либо использовал территорию Афганистана против интересов третьих стран, прежде всего, против государств Центральной Азии. Об этом шла речь и на заседании Совета глав государств СНГ, которое состоялось 15 октября. Безопасность с акцентом на совместное противостояние возросшим вызовом терроризма, религиозного экстремизма, торговле наркотиками. Эти угрозы приобрели первостепенное значение в контексте новой ситуации в Афганистане. Казахстан разделяет позицию Организации Объединенных Наций. Тяжелое гуманитарное положение в этой стране должно находиться в фокусе внимания всего международного сообщества. Какими бы ни были наши политические взгляды или личные убеждения, мы не должны оставлять Афганистан на ИНЕС беспрецедентными трудностями. В целях систематизации усилий международного сообщества президент Тухаев предложил учредить логистический хаб по оказанию гуманитарной помощи Афганистану. Новые афганские власти заявляют о готовности к установлению мирных отношений со всеми странами, в первую очередь соседями. Смена власти в Афганистане уже давно свершившийся факт. Мировое сообщество отмечает усилия талибов по стабилизации ситуации в стране, но в то же время настойчиво призывает их сформировать правительство с участием всех политических сил Афганистана. Вы смотрели новый курс. С уважением к вам и с любовью к родине. Аслабек Абдуров. Счастливо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok